МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во-вторых, и главных остается повторить, правда, в варианте сладком. Итак, кисадилья. Красиво впору быть женским именем или названием города. Но это с испанского кеса плюс тортилья. Получается тортилья с сыром, то есть кисадилья. Для приготовления кисадилья тортилья, пшеничная или кукурузная лепешка складывается пополам, начиняется и обжаривается. И это главное ее отличие от других подобных блюд мексиканской кухни. Буррито, чимичанго, энчеладо. Все они заворачиваются, скрывая свою аппетитную историю. В нашем же случае все намного проще. Просто сложил и порядок. Стоит отметить, что существуют вариант кисадилья, в котором используются две тортильи, между которыми находится начинка. Этакий большой плоский сэндвич. Блюдо подается разрезанным на ломтики и называется синхронисада. Но подобное синхронное обжаривание двух тортильей с начинкой не всегда увенчивается успехом перевернуть такой слоеный блин без потери. Начинки трудновато. Вот и мы остановились на более приемлемом варианте, да еще и, как было сказано, десертном. И коль скоро на исторической родине блюда существуют тоже самые разные способы, скажем, фарширования лепешки, несмотря на упоминание в названии только лишь сыра, у нас тоже все гармонично и сезонно. Кисадилья с сыром, яблоками и орехами. На готовую тортилью, точнее ее половинку или плоский лаваш, выложить сыр и кусочки яблока присыпать орехами, согнуть, обжарить с двух сторон на сковороде, выложить на теплую тарелку, разрезать, подавать с медом. Можно в начинку добавить корицы. Это классическое для яблока сочетание. Тем более, что аромат корицы вызывает ощущение тепла, стабильности и уверенности в собственных силах. Удачного дня. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока.